Друзья, всем доброе утро! Я похудела уже на 51 килограмм со 115 до 64. Я варю кашку и решила записать для вас рецепт. Смотрите, здесь у меня 500 миллилитров воды пополам с молоком и там пшенка, которую я замочила на ночь. Она у меня постояла, сейчас я ее немножечко поварю с тыквой. Там у меня 100 грамм пшенки, один пакетик, а здесь у меня 200 грамм тыквы. Я добавила тыкву, посолила и жду, когда все у меня закипит. Итак, моя каша почти готова, где-то 15 минут она у меня варилась. Вот она вся разварилась, тыква тоже уже готова. Напомню вам, что я ее посолила и я добавила столовую ложку сахара. Мне хочется послаще, здесь две порции. Вот, и, ну, вы, естественно, я добавила тростниковый сахар. А вы смотрите сами, можно мед, можно стебель или какой-то заменитель. Кашу я выключила и дам ей сейчас постоять 5 минут с закрытой крышкой. Итак, моя каша готова. Она получилась пышная, ароматная, очень хорошо разварилась. Я вам напомню, что на две больших порции я положила всего 100 грамм пшенки, 500 миллилитров молока пополам с водой и 200 грамм тыквы. Вот, украсила немножко тыквенными семечками. Каша сладкая, я добавила в нее и соль, и сахар. Вот, и сейчас буду завтракать. Вот такой завтрак полезный, калорийный в меру. Вот, с полезными медленными углеводами. И как раз я сейчас позавтракаю и пешком пойду на фитнес. Это мой второй завтрак. Здесь омлет с брокколи. Брокколи залито яйцом с молоком, посолено. Сверху немножко моцареллы и посыпала зеленью. Вот, кусочек здесь у меня 170 грамм. Я приготовила в мультиварке. Можно сделать и на сковороде, допустим, на тефлоновой, но на сухой, без масла. То есть, выложить просто свежую брокколи, залить ее омлетом. Вот, не смогла себе отказать. Купила в пекарне. У нас есть такая очень хорошая пекарня. С разными-разными хлебами. Вот такой вот кусочек хлеба на 50 грамм. Он с клюкой, с кедровыми орешками. В общем, естественно, все учту. Все сейчас запишу, посчитаю. Это мой обед. Здесь судак запеченный в горшочке. И овощи тоже запеченные. Морковь, кабачок, баклажан. Я ела в кафе, который мне очень нравится, потому что там можно взвешивать еду и взять столько, сколько тебе нужно. 50 грамм, 100 грамм, 200 грамм. Вот это, кстати, дверь в окошке. Надо посмотреть. Это мой полдник. Здесь два вареных яйца. Они, кстати, очень маленькие. Я их специально взвесила. Две штуки всего 80 грамм. То есть 40 грамм одно яйцо. Плюс порезала огурец. Порезала палочками сельдерей свежий. И в качестве соуса у меня подсоленный йогурт натуральный. Вот такой вот перекус. Кстати, вареные яйца вообще отличная вещь на перекусы. Очень здорово аппетит понижает. Очень здорово голод утоляет. Вообще хорошая еда. Я готовлю ужин. У меня будет салат. Смотрите, что у меня будет в салате. Здесь 150 грамм капусты. По 100 грамм свеклы свежей, сырой, моркови и лука. Я посолю. Заправлю маслом. Добавлю немножко кунжута. И в мультиварке я сейчас поставлю делаться говядину. Я взяла говяжью лопатку. Добавила сюда душистый перец, лавровый лист. Стебель сельдерея пополам разрезала. Посолила. Сейчас я добавлю 50 миллилитров воды. И поставлю в мультиварку с закрытой крышкой, с закрытым клапаном. Готовится. Так, так, включаю в режиме тушения на 60 минут. Так, 60 минут. Я добавила к капусте лук. И сейчас я ее немножечко так помну. Так, я помяла капусту. Добавила сюда морковку и свеклу. Сейчас все хорошо перемешаю. У меня тут шкварчит мясо в мультиварке. Я добавила немного семян кунжута и столовую ложку растительного масла. Я все перемешала. Вкусный, полезный. И нарядный салатик готов. Здесь много клетчатки, много витаминов. И польза для кишечника. Для мужа я еще сделаю в микроволновке две картофелинки. Вот у меня есть такой мешок. Сейчас я где-то на 4 минутки отправлю в микроволновку картошку. Прошел час. Достала мясо из мультиварки. Оно готово уже. Вот бульон я слила, который там получился. А вареное мясо я сейчас буду резать на ужин. Итак, мой ужин готов. Я порезала, взвесила себе 120 грамм мяса и 150 грамм салата. Сделала к нему вот такой вот соус. Здесь йогурт, горчица зерновая, такая французская. И называется так французская, а так она наша русская горчица с зернами. И зелень. И вот, кстати, порция мужа. Тоже ее сняла. Все то же самое, только немножко картошки, которую я сделала в микроволновке. И муж ест с хлебом. Вот, собственно, ужин и готов. Там еще у меня осталось мясо где-то больше половины. Завтра как-то тоже его буду использовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому